Награды за проявленный героизм. В Чувашии и в Москве чествовали лучших спасателей пожарных. Фестиваль «Созвездие мужества» в МЧС проводят восьмой год подряд. По традиции, во время фестиваля подводят итоги работы ведомства и ставят новые задачи. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Каждый день они рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. В этом зале собрались настоящие герои из сотрудников МЧС в республике. Чествуют каждый год. Евгения Долгова в очередной раз признали лучшим начальником караула. За время службы он и его команда спасли десятки людей. Самый большой страх для пожарного – это не боязнь за свою жизнь, а боязнь за жизнь тех людей, которые в беду попали, которые остались в дыму, у которых нет возможности спастись. И самое страшное – это прийти туда на помощь и не успеть вовремя вытащить. Это самый большой страх. Итоги масштабного фестиваля «Созвездие мужества» по традиции подводят в Москве. Престижные награды вручают лучшим пожарным, пиротехникам, кинологам и даже водолазам. Глава МЧС страны говорит, этот год был непростой. Экстренные службы провели огромное количество спасательных операций. Потушено более 120 тысяч пожаров. Ликвидировано 280 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые практически каждый второй день требовали федерального уровня реагирования. Обезврежено 36 тысяч боеприпасов. Главный итог работы – спасенные люди. Только благодаря сотрудникам республиканского управления МЧС в этом году второй шанс на жизнь получили более 500 человек. За 11 месяцев прошедшего года спасено более 208 тысяч человек. Это совместная работа пожарных, спасательных подразделений, подразделения ГИБДД, медицины и всех служб, которые работают вместе с нами в руках об руках в зонах бедствия. Уровень безопасности, отмечает федеральный министр, зависит и от того, насколько слаженно взаимодействуют спасатели и власти регионов. В стране продолжают развивать систему РСЧС. В Чувашской республике эта работа проводится эффективно, говорит Владимир Пучков. Главе региона показали и новейшую технику МЧС. К примеру, обезвреживать бомбы, взрывотехникам сейчас помогает вот такой робот. Современная техника в ближайшие годы поступит и на вооружение чувашских спасателей. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика, из Москвы.